Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 27 ноября Филипп По одному из древних славянских календарей в этот период отмечают день Сварага. У христиан начинается так называемый Филипповский пост и продолжается вплоть до 7 января. В это время заканчивались свадьбы. Начиналось предение. Девушки по вечерам собирались в одном доме, приносили с собой работу. Сидели, пряли пряжу из шерсти и льна. И за шутками, прибаутками да песнями проводили время с пользой. Говорили, у ленивой пряхи нет рубахи. Лень и безделье не поощрялось. Сидят девушки, трудятся, песни поют. Вдруг воронью за окном каркнет, значит, жди оттепели. А если и не на Филиппа, к урожаю овса, дождь к урожаю пшеницы. В селах 27 ноября выносили еду для домового и дворового. Это делалось для того, чтобы упросить их сохранить скотину в течение зимы. Верили, что после этого она не будет болеть. Кстати, говорили, что если на следующий день на порог много снега наметет, значит, домовой и дворовой довольны. А по древнему славянскому календарю отмечается день Сварага – Бога, управляющего течением нашей жизни и всем мироустройством Вселенной в явном мире. Бог Свараг посылает на землю плодотворные лучи ярилы солнца и дожди, которые согревают и питают растительный и животный мир. Людям он указал, какую пищу необходимо выращивать для питания родов своих, и дал для этого им все необходимые орудия. Свараг научил людей добывать руду, ковать железо, делать оружие. Установил заповеди, повелев единому мужу, единую жену имейте, жить по совести, владуя в гармонии с природой. Выковывал Свараг в кузнице первый плуг, научил людей земледелию, став первым на земле оратаем. И еще много добрых дел сделал он в помощь людям. В память о небесном кузнице Свараге, научившем людей ковать железо и победившим змея, сохранилось в украинской сказке о Покате-горошке и русских легендах о святом кузнице Кузьмодемьяне. В основе этих сказок и легенд лежат действительные, очень давние события. Это нашествие на славянские земли около трех тысяч лет назад кочевников-кимерийцев, когда, сражаясь с конными ордами, славяне победили врагов. Покате-горошек же под именем Катышка стал у поляков предком первого короля. Так как это было очень-очень давно, то они за памятных временах стали говорить, что это было при царе Горохе. Боги всегда помогают тем, кто свято чтит их, живет по совести, да владу с природой матушкой, идет по золотому пути духовного и душевного совершенства. А вы куда идете? Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok